Нас ждет решающий бой, друзья мои. Я вас приветствую, с вами Верус, и раз это решающий бой, судя по всему, нам стоит снарядиться всем, что у нас есть. Вот абсолютно все, что есть. Так, где мой склад? Вот. Полезное. Там с миссией особо выносить нечего будет, да, а вот полезное взять стоит. Например, берем обязательно аптеки. Давайте вот так вот, большие. Учитывая, что у нее нет патронов практически для основы винтовки, предлагаю взять немецкую, немецкую и патроны на нее. Соответственно, сделать сейчас вот таким вот образом. Отлично. Когда патроны закончатся, мы переключимся на нее. Это вот, что касается тебя. Также все обезболивающие я бы взял. Давай сюда. Можно патронов чуть больше тебе дать. Гранаты. Естественно. Ну, предлагаю больше вот такие гранат брать. Они повеселее даже. Они повеселее. Командиру. Выдаем все растяжки. Все мины. Какие у нас только есть. А вроде и все. Растяжек и мин больше нет. Да. По факту это все. Бутылки и камни на всякий случай оставим. Есть контроль. Я бы тебе такую винтовку тоже выдал бы. Но если бы она была именно калибра немецкого патрона, которого у нас много, было бы круто. Так, у вас больше ничего там. Мины никакие не остались. Гранат нет. Ничего страшного. Обезболивающие. Ты обалдел, что ли? Обезболивающие нам сейчас понадобится. Вот тебе я случайно обезболивающие выдал. А не нашей главной медичке. И улучшить оружие нужно. То есть это самое оружие. Я улучшаю. Все остальное оружие наших основных персонажей улучшено, естественно. Да. Все хорошо. Можно на всякий случай еще аптек таких вот ей пару сыпануть. Ты пули, гранаты. Можешь еще вон одну. Пули, гранаты. А пули как пули. Давай минус сюда. Пули, мины, растяжки. Все взял. Можно ради интереса. Ну что, мастерскую зря строил, да? А, здесь за один ход только он создает. Я думал моментально сейчас обезболивающиеся создадим. Нет. За один ход. Значит, мы назначаем решающий бой. И сейчас автоматически... Ух ты, елки-палки, чуть не назначил. Решающий-то бой ее. А я ее не качал вообще. И сдаем ход. Они же будут мстить за своих. Противник стягивает силы к усадьбе, где находится штаб. Каратели могут выступить в любую минуту. Значит, надо предупредить жителей. Им нельзя оставаться. Пусть уходят в леса. Могут и не вспить. Да и зима уже близко, а у людей нет запасов. Нет теплой одежды. Немцы все отобрали. До дома вони не вернутся. Они не зможут. А в лесу мороз, и им не выжить. Это ведь старики, дети. Хм, тогда мы сделаем так, что им не придется зимовать в чаще. Сейчас пусть уходят, но это на время. Пока люди будут эвакуироваться, мы совершим еще одну вылазку. Проникнем в усадьбу и ликвидируем коменданта. Это спутает фашистам все карты. Так чего же мы ждем? Да, да, уверен, конечно же. Ну, там не бомбардировка уничтожила их. Давайте будем честны всех. Дополнительной информации нет. До 12-го левела осталось совсем немножко. По большому счету. Ну, погнали. Нажать же надо. Я сижу, любуюсь на картину. Зима. А комендант, я гляжу, уже примеряет на себя роль помещика. Чтобы нанести максимальный урон, мы должны устранить коменданта и двух офицеров, возглавляющих операцию. Комендант наверняка в главном здании у себя в кабинете. Но гораздо важнее уничтожить командира СС. Он отбыл со станции до начала бомбежки и поэтому выжил. Теперь он, должно быть, мечтает отомстить. А к третьему гаду у меня личные счеты. Это комендант лагеря, из которого мы с Николаем сбежали. Ох, как я надеялся, что мы еще свидимся. Вперед. Уничтожим врага. Уничтожим. Просто забавно, что в лагере в нашем даже намека на зиму нету, да? То есть, как было, так все и осталось. А тут зима, оказывается, уже пришла. А 50-й день там... Ну что, здесь нужно вытягивать их, я думаю, потихоньку. Уничтожим фашистских захватчиков. Потихоньку, сейчас их будем тут дергать. Карта вообще большая. Пауза, кстати, на карте работает. Не сильно большая. Мое это, прятаться. Сейчас просто главное занять хорошую позицию. И можно с боем прорываться. Медикаментов хватает. Моя верность. Боеприпасов, ну, только для Вали нам не хватает. Но там, если что, мы подстраховались, да? Вперед. Мы взяли себе запасную винтовку. Ну, лутать смысла особого нет. Ну, может, только если что-то интересного увидим там. Все, давай-давай-давай-давай. Хотя, особо уже можно и не вытаскивать. Этого убить, этого убить. Лови-ка. Вякнуть успел, но спалить нет. Это мое. Так, этот как раз уходит туда. Так, а здесь собака. Да, идет сюда. Можно заминировать. Правда, вот этот мерзавец. Сейчас вернется, скорее всего, сюда. Ну да, он возвращается. То есть, в принципе, без разницы, кого вытягивать тогда. Давай этого. Радиста. Отомстим за товарищей. Радист кукать. Нет? Тушь собака. Опять обманывает эта. Радуга-дуга. Радуга-дуга-дуга. Но под этой способностью... Я сомневался, качать ее, не качать. Но она очень круто бафает. Бойцы сразу начинают на повал бить. Если ее не забывать использовать, это... Сейчас поднимет тревогу. Крутая способность. Это мне еще пригодится. Все придем сюда. Собаки уже давно ушли. Кстати говоря... Тебя, я надеюсь, не достанет она. Она где-то здесь паркуется. Не может достать. Не, не достанет. Сейчас поднимет тревогу. Ну вот, возле куста мину поставим сейчас. Тот все равно еще в домик зайдет. Мы успеем мину поставить. И потом... Все равно, правда, позицию выгодную я не вижу. Вдоль забора только если встать. Беру его тихо. Честно, реально... По-моему, только вдоль забора. Слушаю. Давай сейчас направо пойдем. Здесь. Расположусь так. Ты расположись так. Ну, не должны тревогу поднять. Там никого нет. Никого. Вот этого надо сейчас утащить. Вперед! Дадим фрицам жару. Пока он далеко не ушел. Уберу его тихо. Синхронно получилось. А это мое? И учитывая, что тут большая группа, можно попробовать. Собаки, конечно, помешают, возможно, но вот этой способностью перебить их всех. Тихо. Так, еще один патруль, кстати, с собакой. Ну, давайте сейчас дернем. Ну, вот этого вот как раз дернем с краю. Уничтожим фашистских захватчиков. Сейчас уложу. Сейчас мы можем спокойненько... Спокойненько это делать. Вот, тревога. И тут тревожная кнопка. А, красавица, сбегай, сломай, пожалуйста. Мы пока здесь повыть. Спасибо за товарищи. Мне нужно всех, кто вокруг этого... Ну, назовем плаца. Спокойно. Хотя, может, это реально плац. Ну, хотя у дворянского двори вряд ли... Это футбольное поле, ворота тут есть. Спасибо, что подержал. Нам нужно освободить площадку. Уничтожим фашистских захватчиков. Вот еще вот этих двоих. А, вот еще... Кто, если... Ага, ты не собираешься идти? Он пленных не бросает? Не торопимся. Подожди, серьезно? Или я тебя не зацепил? А ну-ка, сейчас давай двоих от вас. Отомстим за товарищей. Да, этот не шевелится, смотрите. С трибуны тип ушел. А этот... Лови, как. Не успел. А этот охраняет. Это мне еще пригодится. Ну, камбетовы тут. Ну, хамбетовы, посмотри, что тут. Может, это тоже отряд уничтожить? Они здесь проходят. Мешаться будут, если что, вдруг. Здесь ура. Они прямо останавливаются. Вот здесь поставить. Уходи. Глядеть в оба. На патруле мины будем ставить. Растяжки, я думаю, еще найдем, как использовать. Но все равно мины более узконаправленные, а растяжки эффективные. Растяжки, куда перспективнее даже всех обрегнуться. Так, еще тут. Патруль уже, считай. О, еще один патруль. Это выше лезть надо. Пока давайте попробуем этих. Кстати, есть шанс кровь задернуть, хорошо. Смерть за смерть. С тем патрулем потом разберемся. Лови, гад. Да, тут еще надо. Стоит. Все, великолепно. Патруль уничтожен. Это мне еще пригодится. Ну, я могу сейчас рисковать, чем. Первый запуск. Да. Так вот, раз. Полиция. Вот, знаете, как после миссий, когда тебе нельзя спалиться? Приятно играть на миссиях, где можно все-таки биться. Так, ну, в принципе, кстати, эти же. Этот пофигу, он не пойдет никуда, можно его и цеплять. Серьезно? У нас есть работа. У вас машина прозрачная, господа. Никто не палит его. Сейчас уложу. Может, на всякий случай труп убрать. Вот таким вот образом. Теперь как-то нужно подловить момент и прицелиться. Кстати, трибуна вообще не заграживает. А, ну, сама трибуна, вот этот, пьедестал. Как-то приготовиться к бою. Так, держи. Собака. Я бы поставил сейчас мину. Вот здесь. На всякий. Ух ты, нас ищут. Уходим. Вот. Труп нашли. Какой именно? Собака, скорее всего, труп нашла. Патруль. Патруль. Ждем. Нельзя за деревьями прятаться. Кстати, обычно в таких играх подобно. Как минимум, за деревьями такими. Мощными. Можно хоть чуть-чуть спрятаться, да? Слушай. Все, меня не ищут. Кто там поднял тревогу? Патруль с собакой. Всем пригнуться. Действительно, эту тревогу поднял патруль с собакой. Не, ладно, не полезем. Они уже все, они уже остыли. Они уже остыли. Можно и тут попытаться оборону держать. Сейчас кто с собакой сюда пойдет, просто на всякий случай поставить мину. Где который тип собака сюда пойдет? Держи шаг. На всякий пожарный ставим тут мину. Где-то вот прям тут. Собака далеко видит. Укрытие, быстро. Оп, он оборачивается тоже. Давай сюда. Жду приказа. Готовим. Учередь. Мухаммедова тут. Слушай. Так ты сиди. Тишишь. Что-нибудь нужно? Ух ты, а что собака чует ее? Мухаммедова тут. Собака так, собака то чует здесь. Она не должна видеть. А собака начинает палить, смотрите. Кому нужна помощь? То есть вроде бы круг это чуть ее собаки. Моей, не прятаться. Как мне казалось. Ну вот. Поэтому меня не брали в разведку. Эй, гад. Не с тоярками воевать. Здесь враг. Ах ты, гад. Пристрелил. Вперед. Дадим фрицам жару. А, кстати, комендант стоит, пофигу ему. Ладно, пристрели ты его. Давай я кончил. Следуем плану. Не, ну с собаками тяжело это было, конечно, сделать. Слушаю. Так, забери. Подлечи его. Вперед. Глядеть в оба. Он собак-то успел позбивать. С командира. Досье Беляев. Да? Давайте вот сюда. Все пригнуться. Кстати, патруль где-то здесь паркуется. Ну-ка, давай. А вот он идет. Патруль уже. Уходим. Можем его пострелять, можем его миной подорвать. Можем вот так вот сделать. Так точно. Они, ну... Убиваешь собаку, им пофигу. Он гранату кидает, он занят. Да ладно, он уже бросил гранату. Там тревога, правда, поднялась. Это ж мелочи, правда. Опять по кустам, ползать. Огонь! Продолжить огонь. Фу, успел. Вроде бы и они все легли. Смерть фашистам. Опять по кустам. А вот теперь все. Быстро успели. Командуйте. Потенциал-то прикольный. Учитывая, что тут есть боевка... Следуем плану. Вот, допустим, играется все-таки совсем иначе, чем дисператес. Да, и стелс очень похож. Вперед. Но здесь стелс больше косячный. Порой нужно подстраиваться. То есть не все так очевидно, да? С той же зоной опять же подстраиваться. Включат восточного входа. Восточный, это значит... Вот здесь будет у нас с этой стороны вот восток. Здесь у нас ориентация прям правильная. Перед нами северс, право-восток. Так, а ну-ка. Займите позицию. Так, держать. Здесь всех перебили. Мне так нравится собаку, как ты убиваешь. Они такие, оп. Че? У нас собаку убили. Глядеть в оба. Все, лут забит. О, патрошки. Патрошки. Слушай. А ну-ка все сюда. Для нашей красавицы патроны. Это там мы можем... Ну, допустим, тебе оставим. Предположим, так вот сделаем, да? Аптечки тебе. Это тебе. Аптечку тебе выделим. Вот этот крупногабаритный хлам. Сюда. Забирай вот это. Это все тебе. Ну-ка, ну ты забирай. Следуем плану. Это хорошо, кстати. Тут особо лут-то и не нужен. Если это реально последняя миссия, то тут... Ну, че нам выносить, да? Какой смысл? Слушай. Решающий бой. А вот патроны, то, что здесь такого калибра подсуетили. Это здорово. Потому что их за всю игру советских патронов здесь мало. Так, он подойдет сюда по-любому. Это вот она, дверь замкнутая. Но там бойцы. Кстати, здесь всего лишь один боец. То есть открыть дверь, убить вообще не вопрос будет. Там уже двое. Там сложнее врываться. Давай сейчас пулеметчика уберем. По-любому должен уходить. Сейчас уложу. А тут еще и пулемет с самолетом мы снимаем, который якобы... Так, а че сюда залез? Не нужно. Это мое. Который стреляет этим калибром советским. Переделанный там пулемет. Бла-бла-бла. Ну, а че его... Этот калибр-то трогать? Че, может вытащим? Заодно посмотрим. Выходят эти. Или давайте вот здесь где-нибудь, чтобы его не дергать. Посмотрим потом. Можно ли его вытащить на улицу. Ай, ты еще там. А, все, идешь, идешь, идешь. Кровь за кровь. Смерть за смерть. Там еще один пулемет. Позиция зеркальная. Лови, гад. Спасибо, что поддержал. Труп пусть валяется. Сейчас мы проверим. В окна он ничего не видит. Кровь за кровь. Смерть за смерть. Выходит, смотрите. Его можно выманить. Так, тем... За товарищей победы! Долго кидал. Но в доме никто особо не напрягся. А, ну тревогу включили, кстати. А где тревожная кнопка у вас? А вот она, тревожная кнопка. И вот она, тревожная кнопка. Так, бойцы с этой стороны идут. Ты не пять по кустам болзать. Вперед! Это, по-моему. Все. Это, по-моему. Это, по-моему. Это и с beleсяц. Мы любили его. Я не подвину. тревогу наружные да дальше конечно мало приятного приводила в чувство мне кажется вот этих для ппш для пистолетных патронов советских даже куда больше было по ходу игры чем винтовочных немецких трофейных конечно естественно достаточно много сюда на всякий случай старый пулемет кайфовая тема но пулемет опасен тем что чтобы с него слезть нужно естественно нажать правую клавишу а это если кинули гранату всем скопом ты не убежишь сейчас да всем скопом так раз свалили лови гад сколько ж можно здесь такая же ситуация также не стоит о подожди у меня нож где-то остался и 1 когда балет ты же тревогу не поднимешь сейчас уложу а то пулемет опасно так вырубать его что потерял безобиден но если ты вдруг спалился он развернется и все их а ножик вот он я 6 до мы же выманивали этого черта не шуметь то есть все равно заходить через эту дверь и по факту разницы не вижу ключик этот находить не находить дом можно бежать вот со спины если бы зайти но там забаррикадировали в окна стрелять нельзя они и сами не видят ничего в окнах но и стрелять по окнам нельзя а бежать дом нельзя смотрите до ступенек добегаешь и все стопы пацанчик не мы можем утаку открыть сейчас дверь нет фашиста вперед дадим фрицам жару попадешь ты хоть него красавчик тревогу включил так идут с той стороны можно пулемет было бы использовать хотя подожди с этой стороны тоже идут что сюда бы руту пулемет 10 вперед опять гранату кидают старую кровь за кровь смерть за смерть этот был последний красавчик слушаю если перебил подкрепление прям опыта нормально получаешь еще сверху тебя мы наконец-таки сделаем полноценным стрелком как настоящий мужчина будешь транс слушаю не подкрепление все-таки с этой стороны подошло я там что-то какая-то суета началась но подкрепление подошло с этой стороны слушаю но в доме бегают но из дома не выходит вот этот охранник вышел ведь в оба вот еще кстати вышел кто-то ох тут народу то сколько просто тьма все бегают что-то суетятся давай еще суда нет нет опасно ну я тебе попали отомстить за товарища пулеметную уроду еще что в нашу пользу этот готов захватчиком но с бонусом у вас шансов нет вообще 5 по кустам пристрелил гада это радует огонь все здоровы практически все здоровы бочку хотел взорвать но не дали так а ну-ка поделись по трошками тебе они не сильно нужны так точно как-то маловато не она в принципе у нее есть ничего слушаю почему 89 если тут 100 с лишним а подожди это для ппш патрона для ппш так а ну-ка дядя говоришь бегает лутай слушай готов там бегают чепушил их смерть фашистам не могу это претаться бегом-бегом-бегом-бегом-бегом-бегом-бегом здесь мертвый командир до товарищ командир но без укрытия не оппозиция не самая удачная все-таки командирую слушаю и и второй боец у нас получается не заинтересован в сражении и наш командир слушаю неудел уязвимый хотя он мне почему он удел но он уязвим очень кстати этих троих можно щас аккуратненько стать пошлите через лево час посмотрим что там да как дешевле 1 проходим так сейчас оно и будет можно было крикнуть но и крикнуть нужно было чуть раньше хотя нет отставить не торопимся все здоровы уничтожим фашистских захватчиков не шуметь следуем план страшно они тут друг на дружку смотрят у нас есть раб не ошибиться легко и просто хотя смотрите денег дали о денег уху опыта конечно очень много за эту группу так это вы чем тут кентигорским баловались да а ну-ка пушку убери интегурская ну да а тут никого наверное он тех ребят которых мы нагнули они на тревогу сбежались а здесь уже никого не ну толком не осталось вот эту стенку нельзя использовать для укрытия к сожалению вот эту статую сейчас облюбовал бы пионера действуем а вот и ты прокачался еще здесь ну давайте способность ему чё подавление сомневаюсь что я буду использовать но пусть будет так держать когда способность активирует жены его так быстро убивают отрядик дожди спрятаться спрятаться я готова всем пригнуться кровь за кровь смерть за смерть за мной вот такой спорт по мне осторожно брат разбит ух ты тут повылазили черти может попробовать суда еще очков в нашу пользу слушай так тихо спокойно вообще можно было бы сделать растяжку на двери где-нибудь да где они в помещениях сидят может быть в домике сейчас попробую растяжку на двери да товарищ поднять шухер давай выбрасывай вот поднять шухер о а чё это тут прогуляция вышла куда-то непонятно а это наша цель судя по всему что-нибудь нужно опять по кустам ползать спокойно уничтожим фашистских захватчиков страшно покажем гадам как трасс да это наша цель была он там остался один мы всех его товарищи перебили херов хер товарищи слушай почему ты хлеб берешь я понимаю что он всему голова командуйте но здесь он книжка якобы такая не заметил так 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 о здесь еще несколько бойцов и тоже закрытая дверь а у нас больше ключа нет может быть здесь ключ кого-то из них скорее всего вот это там здесь давай сюда ты сюда ты за углом не подведи не подведи бей гадов у последний у них ключика кстати не будет или подождите чё 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 я не могу ну ножик забрать слушаю типа бой идет но они там заперти не вылазит действуем что еще облаживайтесь в черте не зевать и вот он ключик все правильно спасибо что подержал пойди аптечку одну возьми тебя как раз тут можно миссечка до сообразить для аптечки можно а тут можно миссечка до все здоровы все здоровы это так просто на запас поддорожник этот подбирать не будет в остальном то у нас припасы хватает ну то есть мы можем опять сделать вот как то так что тебе даже давай возьмем сразу винтовку с большим уроном хотя ты перезарядить сначала здесь враг может открыть дверь и попытаться их дернуть мину поставить это вы тут на это в план не входил покажем вас ёт твою дивизию гранату не успел он использовать может попробовать обойти ё-моё отменить тайт чтоб тебя дверь закроет опасно в не упала это приятное одного уложил шестьдесят одного боя окончили Пистолет пригодился сейчас. В коем веке, а? Потерпи. Все здоровы. Сейчас подъезд. Давай на него обычные аптечки потратим. А на него большую. Лишь бы патронов хватило. Где Барис? Было очень опасно сейчас. И здесь. Штирлиц как никогда был близок к провалу. Да, товарищ командир. Но мы зачистили. В принципе, здесь, получается, уже никого не осталось, да? Мы прошлись. Значит, нужно заходить уже в дом. Готов. Не мое, это прятаться. Здесь. Давай посадим тебя. Тут ты берет. А тут попытаемся их сейчас выманить. Уничтожим фашистских захватчиков. А им пофигу, они не выходят. Тут похоже скрипт. А если дверку открыть? И гранатку туда кить. Я его уложил. Ты стрелил, гада. Кровь за кровь. Смерть за смерть. Блин. Дверь закрой. И поднимай его. Поднимай его. Долго мне еще прятаться. Долго. Службе годят. Дверь закроем. Может, в атаку? Прекратить огонь. Они нас и ищут. Они нас. Вот такой спор по мне. Опять по кустам. Поднимай его. Все-таки здесь. Если сажать, то его нужно. Он их сдержит. Прекратить огонь. А с винтовкой этот не справится. Как мне быть. Да, в доме здесь тяжело. Они не выманиваются в соседнюю комнату. То есть, вариант с растяжкой мины не получится. Чего у тебя за травму? Тихо. Вкалима обезболивающего. Вкалима обезболивающего. Так, ну. Аптечки, конечно, заканчиваются. Давай, наверное, ты займи вот эту оборонительную позицию. Уничтожим фашистских захватчиков. А ну-ка, он один. Ножом. Он сейчас будет уходить, его ножом. Не подведи. С этим все. Че, вот это вот сейчас подвергать риску, да, заходи. Спасибо, что поддержал. И так, в принципе, молодца. Он здесь достаточно многих положил. Да, товарищ командир. Наш автоматчик. Сюда был великим могучим. Жду приказа. Ломаем сигналку. Время нужно. Слушай. По краям от двери садитесь. Разведки пригодился. Может, они вылезут? Кровь за кровь. Смерть за смерть. Нет, точно так же. Точно так же действует. Да когда же вы закончитесь? Выходить будете? Столько ж можно. Вперед. Дадим притям жару. Если что, мы здесь можем оборону удержать. А хотя, подожди. Оборону. Если они забегут здесь. Ой, огонь. Мы сейчас решим этот вопрос. Если со спины попробуют. То мы решим этот вопрос. Тоже, но по-другому. Блин, труп брось. Труп брось. Как же я ненавижу, когда ты так делаешь, а? Не, вон, они сюда идут. Сюда и туда. Не мое это прятаться. Кстати, один здесь сейчас будет. Огонь. Командир, ты напоследок. Решил полы здесь протереть ему. Он уже, похоже, весь, весь возможный вариант болезни собрал. Сотрясение мозга. Сотрясение мозга. А ну тут, в принципе, одинаковые повторяются. Повторяются. Я думал, если повторяется, то ничего не будет. Не вертитесь, больно. Кому нужна помощь? Победа. Как подать тихо это придет? Здесь. Сейчас еще один сюда идет. Осторожно. Спарку, вперед. Одного вас. Был последний. Так, значит, тревогу будут поднимать. Нокий, хорошо. Смотр с этого вспомним. Снайпер элит, да? И прикрывай всегда тылы. А ключ, скорее всего, это офицера от кабинета. О, я хочу. Прикрывай всегда тылы. Так, а ну-ка ты давай, залутайся. Да, товарищ командир. О, аптека. Че, у тебя патронов много? Начни еще собирать. Нужно быть осторожным. Слушай. Давай сюда. Следить в оба. Трупы растащи. Жду приказа. По-любому мы сейчас будем прорываться. Они еще будут пытаться. Следуем плану. Отбежать. И хотя бы... С одной стороны мы себе прикроем... Подходы. Слушай. Пять по кустам ползать. Да. Так, а ключа здесь нет. Здесь. А вот он, он, ключик. Глюч. А, от главного входа это со спины к нему нужно заходить. Не поддается. Глядеть в оба. Скорее всего. Осторожно. Слушай. А вот еще одна тревожная кнопочка. А не, можно открыть, смотрите. Я думал, там. Вы вернан гигрифен. Шик-вэш-стэркун. Шик-ген-вэф-фу-бан-ман. Так это вы, тот самий командир Сорин. Вы доставили нам немало проблем. Дальч-но бит. Вы гадитесь с собой. Гадитесь к шалкам-роном. Который ваша банда нанесла германский войскам. Вы встали на пути с совершенной военной машины. Но это не остановит ее. Простите, комендант. Мы торопимся. А, все? Блин, а я хотел добить тут четверых. Ну, ну, ну дайте добить их. Дайте добить четверых. Я вообще думал, все-таки... А, обходить нельзя. Тут же заложено точно. Я ступил, надо было добить. Жаль. Но мы, учитывая, сколько подкреплений убили. Они, наверное, сюда не входят. Или входят. Я все расстреляла. Че? Я в курсе про двери. А вот зима. Вы не сказали, как прошла операция в честь Великого Октября? Погуляли на славу. Центр велел передать поздравления и еще кое-что. Партизанские действия ослабили вражеский тыл и нарушили планы противника. За героизм и мужество, проявленное в борьбе с оккупантами, всех членов отряда решено представить к наградам. Хм. Что, и меня? Это большая честь для всех нас. Служу Советскому Союзу. 7 ноября в Москве на Красной площади состоялся парад, с которого бойцы маршем направлялись на фронт. Ах, жаль, у нас даже радио нет. Такое событие пропустили. Знаю, поэтому я тут кое-что записал. Прошу, капитан, зачитайте. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир как на силу, способные уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам. Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Все, это действительно финальный бой. Игра хорошая. По крайней мере потенциал огромный. Просто, если они планируют, разработчики, на самом деле выполнять там, допустим, и выпускать дальше, да, игру под названием Партизаны 1942, например, да, не вторая часть, третья, четвертая, там, пятая. А вот так вот, по цифрам. 42-43 как минимум точно еще можно сделать. Я надеюсь, что вот таких недочетов, нюансов, каких-то багов не будет. Вот. И вообще игра будет шикарная. Потому что потенциал по боевке интересный. Есть многие нюансы, например, не за всеми вполне логичными укрытиями мы можем прятаться. Например, с внешней стороны окон, да, почему нельзя? В том же в тылу врага была такая возможность. Хоть там, хоть там. Ну, иногда нужно выкуривать из помещений. Несколько бойцов сажаешь с разных сторон и в окна их расстреливаешь. Естественно, это тоже было бы круто. А так потенциал огромный. И боевка мне нравится. Особенно под конец, когда винтовки вкачали, когда у нас уже способностей куча, прям, эх, крикнул Зорин, что-нибудь вякнул. Обидно, что четверых последних не добил. Что-то я вот тут думал, ну, дверь если что откроется, ну, пройдемте их, перебьем, мы потом доделаем дело. Но те, знаете, специально мы их оставили в живых, чтобы они рассказали о том, что у них шансов нет. Иногда нужно оставить кого-то в живых, чтобы он рассказал остальным о том, что они обречены. Идем реализовать врага. На этом на сегодня все, друзья мои. Игру завершаю. Здесь, судя по всему, сейчас в меню сразу вылетит, да? Даже титры посмотрели. Ну, разработчиков не так много. Поэтому, ну, игра заслуживает уважения и внимания. Хоть и порой требовала огромного количества времени и нервов. На сегодня все. С вами был Вера. Всем добра. До следующих хороших игр. Пока-пока.